Добрый вечер, дорогие гости! Добро пожаловать на мой прямой эфир! Сейчас, когда я ждала, пока вы подключитесь к моему эфиру, я смотрела в гордом одиночестве сама на себя в экран и вспоминала смешные случаи, как люди реагируют на себя в прямом эфире, когда они это делают в первый раз. Некоторые делают так. Они нажимают кнопку «прямой эфир», и поскольку они никого еще не видят, а видят только себя, они смотрят вот так. И они ждут, и они не понимают, что происходит, а где народ. А связь идет с опозданием, поэтому народ подключается немножечко позднее, и человек сидит и очень смешно смотрит на себя. Я тоже помню, что когда я первый раз вела эфир, у меня было очень испуганное лицо, я сидела и смотрела, и не понимала. Вообще кто-нибудь будет на эфире или нет? Но теперь уже прямые эфиры вошли в мой еженедельный график. Каждую среду мы с вами встречаемся. Поэтому я уже не смотрю испуганно на себя. И не считаю розовых слонов, сколько появится человек. Сколько появится, столько и появится. Пусть сейчас вас шесть, пусть вас будет меньше, пусть вас будет больше. Это не важно. Эфир будет в записи, и его посмотрит гораздо больше человек, чем онлайн. Поэтому я совершенно не переживаю, сколько вас сейчас. Все, кто сейчас со мной, я очень рада вас приветствовать. И, пожалуйста, поставьте мне плюсик, если хорошо слышно и видно. И я начну разбор рационов так, как и было у нас сегодня запланировано. Пока я жду ваши плюсики. Сообщаю, что три человека выиграли бесплатный разбор рационов, поставив лайк и комментарий под соответствующим постом. Но прислали анкеты. Спасибо за плюсики, вижу. Ага, хорошо. Но прислали анкеты только два человека, поэтому будет сегодня разбор рационов. Ну, отлично. Все замечательно, меня хорошо слышно. Ага, вот. Ну, ничего, что пускай будет два. У нас с вами останется больше времени на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Потому что, может быть, кто-нибудь из вас захочет, чтобы я разобрала его рацион в прямом эфире, если нам позволит время. Ну, посмотрим. В общем, начнем. Итак, у меня сегодня на разборе рационов два человека. Ну, конечно же, это женщины. По нашей старой доброй традиции. И я начну с наиболее простого, на мой взгляд, варианта. И сначала я вам представлю этого человека. Естественно, эти люди согласились. Они дали свое согласие, чтобы я разобрала их анкеты и рационы в прямом эфире. Поэтому все делается с их полного согласия. Итак, первый человек у нас Марина. Ей 37 лет. Ее рост 168. И вес 55 килограмм. Как видите, лишнего веса нет. Но, несмотря на отсутствие лишнего веса, у Марины есть ряд заболеваний. Я перечислю, что это. Гастрододенит. Герб. Если кто не знает, это рефлюкс. Геморрой. И молочница. И плюс еще беспокоит ощущение слизи в горле и носоглотке. То есть, как видим, здоровым человеком Марину назвать нельзя. И давайте посмотрим, каково ее питание. Основной рацион Марины это зелень, фрукты, овощи, салаты, гречка, горох, яйца. Без фанатизма. Иногда рыба, морепродукты, масло, семечки, суп, картошка, грибы. И далее Марина не описывает в системе свое питание, а пишет следующим образом. Завтрак и ужин и обед в произвольном порядке. То есть, из этого я делаю вывод, что никакой системы нет вообще. Марине вообще все равно, что она есть на завтрак, что на обед, что на ужин. Сейчас вы в этом убедитесь. И это уже сразу настораживает. То есть, если у человека нет системы, значит, точно что-то здесь очень что-то не так. Давайте разбираться, что именно. Дальше Марина пишет. Иногда мучное, суши и рис редко. Ем без особого распорядка. Когда хочу, могу. Ну да, Марина сама подтверждает, что порядка точно в питании никакого нет. Будем наводить порядок в питании Марины. Аллергии никакой нет. Любимые продукты икра, фисташки, вишня, мидии, креветки, оливковое масло, масло какао. Зависимость от сахара и мучного. Хотя, пишет Марина, сейчас ем этого немного. Далее. Мясо никогда, молочное почти не употребляю. Воды немного, от стакана до пол-литра. Но зато много травяных чаев, от пол-литра. Стул каждый день утром нормальный. Я попросила, поскольку мне вот из этой анкеты было непонятно все-таки, что из себя представляет питание Марины, хоть в какой-то более-менее системе, похожей на какой-то порядок. Потому что одного перечня продуктов недостаточно. Мне нужно понимать, как вы эти продукты едите, в какой последовательности, в каком сочетании, сколько раз в день. И поэтому я попросила Марину, чтобы она составила более подробное описание своего рациона. Я получила такое описание на два дня. То есть, вот на вчера и на сегодня. И я вам тоже его зачитаю, чтобы вы понимали, что мы будем разбирать. Ну вот, кстати, если кто-то еще будет заказывать эту услугу, пожалуйста, вот когда вы будете описывать свой рацион, постарайтесь не одним списком написать те продукты, которые вы едите, а именно по приемам пищи, когда, что, с чем. Тогда мне будет более понятно, что, собственно, разбирать. Итак, один рацион Марины. Завтрак. Гречка и огурец в 8 часов. В час дня нектарины и груши штук 5-6. В 16 часов сельдь под шубой 200 грамм. В 17 часов пакет семечек. И в 19 часов большая тарелка горохового супа без мяса. Давайте разберем вот этот рацион. Итак, гречка и огурец на завтрак. Вы знаете, в принципе, в принципе, вот так по большому счету, если не особо сильно придираться, я ничего не имею против такого завтрака. Хотя, если сильно придраться, на мой взгляд, гречка и огурец не очень хорошо сочетаются между собой, просто потому, что это продукты из двух разных групп. Огурец относится к плодам и даже ближе к фруктам. Он даже не имеет грубой клетчатки, чтобы как-то поспособствовать быстрейшему перевариванию такой крахмалистой пищи, как гречка. Хотя гречка не считается очень сильно крахмалистой, но тем не менее, это все-таки злаки. Поэтому больше отношения все-таки к крахмалам, к углеводам. То есть, время расщепления усваивания злаков и время расщепления усваивания огурца, оно вообще совершенно разное. В разы у огурца меньше. Поэтому, когда мы сочетаем два этих продукта, мы немножко вводим организм в заблуждение. Но это так в идеале, если рассматривать. А если не придираться, то, в принципе, это все можно вполне переварить. То есть, такого большого, сильного преступления я тут не вижу. Едем дальше. В час дня нектарины и груши штук 5-6. Марина пишет, что она перестала есть фрукты на голодный желудок, потому что они у нее вызывают неприятные ощущения. И это, в ее случае, это правильно, потому что у Марины гастродиоденит. Поспаление слизистой желудка, которая, да, может нехорошо реагировать на прием фруктов на голодный желудок. В принципе, это решение правильное. Но то, что Марина их съела после гречневой каши, нектарины и груши, вот это я считаю неправильно в ее случае. И вообще в любом случае, не только в ее случае. Потому что гречка, как я уже сказала, крахмалистая еда. И если мы фрукт запускаем после крахмалистой еды, то мы запускаем у себя процесс брожения. Так как гречка перекрывает путь фруктам, они не могут вовремя покинуть желудочно-кишечный тракт, соответственно, они начинают бродить и вводят в брожение весь пищевой комок, особенно если этот комок крахмалистый. А вот если бы Марина съела на завтрак пару яиц, смятку, например, и тот же огурец, вот тогда она с чистой совестью могла бы съесть фрукты в час дня, и брожение бы это не вызвало, потому что крахмалистой пищи утром не было, при условии, что она бы съела это без хлеба, яйца в смятку и огурец, причем я настаиваю, что именно в смятку либо яичница с жидким желтком, чтобы это было очень легко для расщепления и усвоения. Но тут есть еще один момент, у Марины гастродуаленит и герб, то есть рефлюкс. Когда у человека рефлюкс, то желательно вообще не перегружать свое пищеварение большим количеством разноплановой пищи. Поэтому я бы в данном случае не ела бы сразу нектарины и груши, тем более 5-6 штук, а я бы остановилась хотя бы сначала на нектаринах, ну, штук 4, к примеру, а уже спустя то время, когда они покинут желудок, тогда уже съесть грушу. Достаточно было бы одной, потому что при рефлюксе, нужно приемы пищи делать как можно меньшими по объему, поскольку рефлюкс – это заброс содержимого желудка в пищевод, пищевод раздражается, возникает воспаление, поэтому, чтобы не провоцировать заброс в пищевод, нужно делать порции очень маленькими. едем дальше. В 16 часов сельдь под шубой 200 грамм. Ну, как бы сильно я тоже не буду возражать против сельдь под шубой, потому что периодически мы все ее едим, и я тоже, правда, очень редко, очень-очень редко, но иногда она бывает. Тут, если так уж к чему можно было бы придраться, так это к магазинному майонезу, скорее всего, она была сделана именно с магазинным майонезом. Почему я против магазинного майонеза? Потому что он делается на основе рафинированного масла, а рафинированное масло ощущается с помощью, ну, короче, химическим способом, поэтому это масло, оно уже не имеет отношения к естественному питанию, и, скорее всего, это масло не будет нам полезно, а будет скорее, наоборот, вредно, и если мы его употребляем постоянно, то не исключено, что могут какие-то воспалительные процессы возникнуть. В общем, я отношусь к рафинированному маслу с большой осторожностью и вообще его не употребляю. И еще, когда я думаю о том, что если купить майонез и открыть его, да, и вот, ну, как бы уже начать эту упаковку, потом закрыть снова и поставить в холодильник, то он не портится вообще очень долгое время, а если продукт не портится долгое время, то возникает вопрос, что такое в этом продукте, почему он не портится, то есть отнести его к натуральной пище как-то под большим вопросом. Итак, и теперь вот начинается самое такое вакханалие, короче. В 16 часов была съедена сельдь под шубой. Вообще в 16 часов это уже такое время, которое является пограничным. вот всё, что будет съедаться после 16, оно будет уже расщепляться и усваиваться гораздо-гораздо медленнее, чем та пища, которая съедена до 16, потому что после 16 пищеварительные процессы замедляются и уже та пища, если она слишком тяжела, она не будет хорошо усваиваться, возможно тогда её недопереваренность, и если это недопереваренность, то это всегда загрязнение кишечника. Поэтому после 16 Марине не следовало бы, конечно, есть ни пакет семечек, ни тем более в 7 часов большую тарелку горохового супа. Вот Марина подчеркивает, что она без мяса, этот суп, тарелка супа без мяса, но это нисколько не умаляет её промах, потому что, во-первых, смотрите, сельдь под шубой это очень жирный продукт, сельдь сама по себе жирная, майонез жирный, и через час Марина съедает пакет семечек, то есть это жиры в чистом виде. Идёт перегруз по жирам, и тем более во второй половине дня, когда уже у нас не очень активно выделяются желчь и ферменты для расщепления жиров, поэтому идёт нагрузка на пищеварительную систему, такая серьёзная нагрузка. И вот тарелка супа в 7 часов, это была вообще уже абсолютно лишней, тем более большая тарелка, и тем более горохового. Горохового, потому что это бобовые, а при таких диагнозах, как гастрододонит и герб, бобовые вообще не рекомендуется. Ну, или хотя бы если уши есть, там иногда себе позволяют бобовые, то лучше, конечно, где-то это ближе к началу дня, ну, или где-то в середине дня. А то, что Марина это съела в 7 часов вечера, то, конечно, этим она нанесла очень такой серьезный удар по своей пищеварительной системе, и ничего хорошего из этого, конечно, не получится. Что нужно было сделать, да? Нужно было, конечно, остановиться вот на этой сельде, и дальнейшее все, что последовало за сельдью, это, скорее всего, можно было ограничиться каким-то овощным салатом, пусть даже это был бы салат не из грубых овощей, а может быть из мягких, может быть тот же огурец, или помидор, или еще что-то, короче, любые овощи, которые у Марины были бы в доме, да, на тот момент, и даже бы, если ей хотелось семян, семечек, она пишет, что она любит семена, можно было просто и размолоть какое-то количество семян, и посыпать ими салат, то есть, кроме того, что салат был бы заправлен оливковым маслом, можно было посыпать его семечками, и тогда семечек ушло намного бы меньше, то есть, если пакет семечек изгрызть можно, то в перемолотом состоянии, если, допустим, тот же пакет взять и перемолоть, прям вот ложкой поесть, то сделать это вряд ли возможно, потому что они воспринимаются совершенно по-другому, то есть, когда мы едим по одной семечке, бросаем, а Марина явно это делал, потому что, скорее всего, пакет семечек, это просто человек садится и их ест по одной семечке, когда мы едим по одной семечке, мы не замечаем вот этого перегруза по жирам, потому что это одна семечка, одну проглотила, там, вторую, третью, если же мы берем и съедаем ложку этих семян, да, перемолотых, то это совсем другие ощущения, это совсем другой эффект, и мы можем даже почувствовать, что одной ложки вполне достаточно, даже вот более высшей крыши, чтобы восполнить потребность в жирах, но не перегружать свою печень и, в общем и целом, пищеварительную систему. Вот, это по этому дню. И я уверена, что если бы Марина поела какой-то салат вечером и, возможно, попила бы еще травяного чая, может быть, даже с медом, она бы не чувствовала себя голодной, и у нее бы не было никакой необходимости вот так вот наедаться на ночь глядя и перегружать свою пищеварительную систему. И второй день я ее опишу, поскольку она прислала завтрак, тарелка горохового супа, опять и яйцо, 15-30 салат, помидор, огурец, кусок хлеба, и вечером опять будет суп гороховый. Почему-то его хочется. И семена опять будут, и, возможно, фрукты. Долго здесь говорить не буду, потому что у нас впереди еще одна большая анкета, но скажу так, что по этому дню естественно идет опять перегруз в виде горохового супа, нерекомендованного при диагнозах Марина. Поэтому, конечно, нужно было что-то более легкое. На завтрак к яйцу вполне подошел бы какой-нибудь салатик, может быть, даже со сметаной, чтобы это было более сытно. В 15-30 салат, помидор, огурец, кусок хлеба. Я понимаю, что в традиционном питании принято есть салат с хлебом, но если мы говорим о том, что мы стремимся к более здоровому и естественному питанию, которое будет нас оздоравливать в плане очищения организма, да, и в плане оздоровления от каких-то имеющихся хронических заболеваний, то нужно стремиться к тому, чтобы все-таки вот такие салаты из плодов существовали сами по себе, без куска хлеба. Почему? Наверное, теперь вы уже сами понимаете, да, потому что это не продукты из разных групп и они не сочетаются между собой. То есть помидоры и огурец относятся к плодам, ближе к фруктам, хлеб это злаки, это мука вообще, да, мучной продукт. У них сочетаемость очень-очень слабая, натянутая, можно сказать. поэтому лучше хлеб есть с чем-то другим, но с помидором и огурцом точно не стоит. И вот Марина пишет, что вечером опять будет гороховый суп и возможно фрукты. И вот здесь опять уже, наверное, даже повторяться не буду, идет полная вакханалия по смешению продуктов. И бобовые, и хлеб, и фрукты, и все это в перемешку. Поэтому, конечно же, ни о каком здоровом кишечнике говорить не приходится. Поэтому ощущение слизи в горле, поэтому ощущение слизи в носоглотке, и поэтому молочница, и поэтому все остальные заболевания, что в кишечнике нет чистоты. Но понятное дело, что за один прием пищи мы не можем навести чистоту в кишечнике. Поэтому надеюсь, что когда я пришлю Марине ее рекомендуемый рацион, надеюсь, она им воспользуется и начнет выстраивать свое питание в системе, в более стройной системе, чтобы постепенно, постепенно решить те задачи, которые она поставила, а именно борьба с хроническим заболеванием. И теперь я перехожу ко второй анкете. Она очень характерная и написала ее женщина, которая живет в Казахстане. Я так думаю, что это казашка по национальности, потому что зовут ее Айгуль, 36 лет, рост 169, вес 72 килограмма. Как видите, вес тоже ну немного, немного лишнего веса. Кто-то может даже сказать, что его вообще нет. То есть здесь как бы придираться особо не к чему. Но тем не менее Марина, Айгуль хочет вес более низкий. Она стремится похудеть. То есть ее не устраивает этот вес. Поэтому будем разбирать ее рацион именно с точки зрения снижения веса. Итак, давайте немножко вам про Айгуль. Так, что готовит Айгуль себе на завтрак? Она готовит кашу 7 злаков на воде и молоке полтора процента пополам. Молоко пополам с водой. Без сахара с бананом. Реже это может быть бутерброд или яичница. Завтрак я не пропускаю. Готовлю себе отдельно и ем много утром, потому что организм требует желудок сосет. Как правило, это около 7-8 часов утра происходит. Так, на обед ем то, что готовилось вечером для семьи. Это может быть суп или макароны по-флотски, жареная рыба или жареная картошка, пироги с мясом или бешбармак. И та же история происходит с ужином. Много перекусов в виде фруктов в течение дня или же пряников с чаем. Все понимаю, что это вредно, но все равно ем в надежде, что вечером все это скомпенсирую часовой прогулкой пешком. Знаю, что часто так есть нельзя и ем даже, когда не хочется, а просто пришла на кухню с ребенком, который хочет есть и за компанию поела. Хронических заболеваний у Айгуль, слава богу, нет, но есть зависимость от хлеба. Хлеб ем так, хочется всегда, но ем только черный, бородинский. отказался от майонеза и сахара, понимая, что они вредны. И вот сейчас, внимание, ключевая фраза. Стул легкий, без запоров, регулярный, раз в два дня. Вас ничего не напрягает в этой фразе? Легкий, без запоров, регулярный, раз в два дня. Я думаю, вы, как продвинутые люди, наверное, сразу все поняли. Айгуль считает, что стул у нее легкий, что запоров у нее нет, что он регулярный, а на самом деле мы имеем по факту то, что у нее есть запоры, что стул у нее нерегулярный и, скорее всего, он не очень легкий, потому что, если стул приходит раз в два дня, то легким он быть никак не может. То есть, это классический запор. Айгуль находится в состоянии запоров, именно поэтому вес у нее не снижается. Также Айгуль рассказала свою историю, что она была на диете, готовилась к условному голоданию и скинула 4 килограмма за месяц, а потом весила 79, а потом уже 75. Прошла 14-дневный курс условного голодания, сбросила еще 4 килограмма, выход из ОГЭ длился 10 дней, больше не выдержала. Сейчас питаюсь, как душе захочется. Потому что питаться так, как я эти два месяца питалась, невозможно, поскольку радость побаловать себя какими-нибудь вкусняшками только и осталась. В этой фразе я прям услышала какую-то неземную грусть в словах Айгуль. Что же это такое? Только и осталось радости, что побаловать себя вкусняшками. А что же у нас других радостей нет, что ли, в жизни? Вот женщина-то молодая, мне кажется, еще ого-го, сколько радостей можно найти. Ну вот, как-то это меня немножко настораживает. Да, и вот она пишет дальше, что в принципе это не трудно следить за тем, что ты ешь, но это так скучно и грустно, что нельзя съесть то, что ты действительно хочешь, а не то, что полезно или нужно. Аж плакала на диете, что нельзя, терпела, не ела вредности, успокаивала себя, что это временно и надо подождать. Например, очень хотелось мороженого прям ложкой есть и масло на хлеб мазать, и в варенье макать. Вот от этого отказаться трудно пока. Наверняка, чтобы сформировались правильные привычки, пишет Айгуль, необходимо долгое время. Но это ж каким самообладанием и целеустремленностью надо обладать, чтобы так держать себя в руках. В общем, тут такая история. Значит, давайте все по порядку. Сначала я начну с того, что в последнее время у меня участились приходы клиентов из Казахстана, то есть казахской национальности. Я знаю, что такое национальная казахская кухня. Да и все вы, конечно же, знаете. Это мясо и мучное. Это основа их рациона. Поэтому здесь подход, я уже так поняла, что должен быть особенный. если скажем, женщина того же возраста и той же категории, допустим, весовой, которая живет где-нибудь в теплом климате, на берегу моря, где-нибудь в Краснодаре, в Сочи, то с ней, с ее питанием будет совершенно другой разговор, нежели, допустим, с вот такой женщиной, как Айгуль, которая родилась в Казахстане, скорее всего, питается традиционно казахскими блюдами, типа бешбармак и все такое прочее. Тут, понимаете, что тут срабатывает уже генетика. Если человек родился на такой кухне и все его предки ели именно такую кухню, мясное и мучное, то я думаю, это практически невозможно перевести такого человека на какое-то иное питание, которое будет совсем другим, прям кардинально другим. Скорее всего, придется оставить именно такой подход к питанию, основанный на мясе, но мучное я бы все-таки немножко сделала его в виде каких-то праздничных вариантов, но вот на мясе точно придется остаться, просто сделать употребление мяса более разумным, нежели это вот сейчас у айгуль, да, в традиционном питании, и добавить в свое питание больше овощей сырых, больше растительной клетчатки, и тогда даже многократный прием употреблении мяса можно будет как-то минимизировать этот вред. Давайте конкретно перейдем к ее рациону, чтобы не быть голословным. На завтрак каша семь злаков пополам на воде и молоке без сахара с бананом. Я вообще скептически отношусь вот к этим кашам, которые имеют всякие красивые названия семь злаков, пять злаков. Чего они туда напихали в эти коробки? Скорее всего, эти злаки уже так рафинированы, так обработаны, что пользы там никакой не осталось, причатка там вся убита, скорее всего, и мы имеем по факту рафинированный продукт, от которого пользы вообще никакой. Питательные ценности он не несет. Я не понимаю, зачем нужно упираться утром по злакам, да еще по семи злакам, когда там что там, вот что там, какая там польза. В таком случае, если хочется сильно есть, уж лучше бы Айгуль тогда съела какой-нибудь там кусок мяса, предположим, и овощной салат. И это было бы оправдано. Она бы насытилась, поскольку она хочет есть, она бы съела свое традиционное блюдо, и она принесла бы себе какую-то все-таки пользу, потому что худо-бедно, но мы приспособились получать из мяса пользу, а казахи тем более. Поэтому я не вижу ничего полезного в каше, вообще в каше по утрам я не вижу ничего полезного, а тем более в каше семь злаков. Она пишет, что делает ее на воде и молоке пополам, а молоко полуторапроцентное, но это тоже нисколько не делает эту кашу более полезной, будь она на цельном молоке, будь она на молоке пополам с водой, она все равно остается бесполезным продуктом. Полуторапроцентное молоко это, ну, это, я не знаю, на мой взгляд это просто вообще ничто, то есть это не продукт, его даже нельзя рассматривать, я не понимаю, зачем тогда его класть, если это не продукт, тем более разбавленный водой. Лучше положить в кашу побольше сливочного масла, и это будет полезный жир, который принесет, ну, какую-то сыграет свою хорошую роль в организме, да, пищеварение, насытит необходимыми веществами, чем вот это вот какой-то псевдопродукт типа молоко, полуторапроцентное. Я к молоку вообще отношусь отрицательно с некоторых пор, потому что молоко это, коровье молоко это тяжелый белок, казеин, который человеческим организмом усваивается очень плохо, поэтому на коровье молоко очень часто у детей бывает аллергия, и уж если кто фанатеет по молоку, то лучше брать козье молоко, в котором нет казеина, точнее, там белок, который относится к другой группе, и этот белок не вызывает тяжелых он легче, проще расщепляется в человеческом организме, встраивается в структуру человеческого ДНК и не вызывает аллергии, поэтому я бы лучше отказалась вообще от молока, чем брать какой-то непонятный суррогат молока и класть его в кашу. И теперь про банан в каше, ну тут я, наверное, даже уже не буду комментировать, вы, наверное, уже сами понимаете, что банан в каше это опять смешение двух продуктов из разных групп, поэтому пользы никакой, вред очевиден, потому что это будет слизеобразование, это будет брожение, это будет хорошая среда для развития патогенной микрофлоры. Вот, поэтому если Айгуль хочет банана, то лучше съесть ей утром сначала банан, если она хочет каши, то через полчаса после банана можно съесть отдельно кашу, но лучше уже не 7 злаков, а какую-нибудь более-менее натуральную, не знаю, там натуральную гречку, натуральный овес взять просто, который долгой варки, да, ну какую-то просто крупу необработанную вообще, вот какая она есть, такая вот прям цельная, да, замочить ее, там разварить и сделать ее без молока, но положить хороший кусок сливочного масла. Вот это было бы еще худо-бедно, там как-то можно было какую-то пользу поиметь. Так, это может быть бутерброд или яичница. Против яичницы я ничего не имею. Против яичницы это, я считаю, нормальная еда, особенно, если она не пережарена, если у нее такая полужиденький желточек, но к ней бы тогда уже не бутерброд, а какой-то салатик. то есть сочетание животного белка с салатом это очень хорошее дело. Вот. Бутерброды я вообще не считаю здоровой едой для человека, который хочет перейти на здоровое питание. Бутерброды это давайте оставим их в Советском Союзе, то есть это еда из нашего прошлого. Теперь обед. Маколоны по-флотски, жареная рыба, жареная картошка, пироги с мясом, ну понятно, в общем идет традиционное питание, такое тяжелое, варено-жареное, с мучное, с мясом. На таком питании, конечно же, айгуль вес не сбросит, если она будет делать жареную картошку, если она будет делать пироги с мясом и кушать макароны по-флотски. Единственный выход для айгуль это все-таки оставить в своем рационе мясо и соединять его с овощами. Пусть даже это будет не всегда сырые овощи, пусть даже это будут термические овощи, то есть какие-то овощи на пару или тушеные, можно смесь овощей, можно какую-то отдельную, просто там капусту потушить, но это должно войти в привычку сочетания мяса и овощей. Это уже такая хорошая классика здорового питания, поэтому лучше сейчас, пока еще молодая, начать вот этот здоровый путь и потихонечку уходить от мучного. И происходит тоже та же самая история с ужином. То есть на ужин я вообще не рекомендую есть животный белок на ужин, потому что, как я уже сказала, ферментов мало для его расщепления, животный белок недорасщепляется, загнивает в кишечнике, процесс гниения сопровождается выделением ядов, токсинов. Токсины, естественно, это то, чего не должно быть в нашем теле, но они там есть, по факту они нас отравляют, поэтому мы имеем наши заболевания, может быть, сейчас их и нет у Айгуль, но вполне возможно они однажды дадут о себе знать, потому что они накопятся, сыграет роль возрастной фактор и однажды что-то появится. Вот тут Айгуль пишет, что так хочется есть вкусняшек, что не хочется себе ни в чем отказывать. Я ее прекрасно понимаю, потому что ей 36 лет, но по сути она практически моя дочь по возрасту. Я очень прекрасно понимаю, потому что я вижу, как питаются мои дети, я понимаю, что им хочется вкусняшек, хотя они тоже уже сейчас стали выбирать более-менее здоровые вкусняшки. я не сторонник аскетизма, вот такого жесткого аскетизма, чтобы это ограничило вообще с мазохизмом. Я понимаю, что в 36 лет хочется много всего вкусного, но даже при таком лояльном подходе к себе, к своим желаниям есть вкусное, можно все-таки договориться с собой и можно это не в хаосе делать, а в системе. Предположим, договориться с собой, что ты не каждый день ешь пряники с чаем, а по воскресеньям, что ты не каждый ешь день мучное пироги, а только по субботам. Ну вот, допустим, дать себе пару дней в неделю, когда ты можешь позволить себе мучное и сладкое, а 5 дней в неделю придерживаться здорового питания. На самом деле, вот Айгуль думает, что здоровое питание это грустно и скучно, но это не так. Это кажется так, потому что она хочет сразу по максимуму, то есть она хочет сразу перейти на здоровое питание и здоровое питание ей кажется очень скучным. Лучше взять прицел на постепенный переход на здоровое питание, на плавный переход. То есть не загонять себя сразу в жесткие рамки, а дать себе разбег длиною несколько лет, чтобы постепенно перейти на здоровое питание. Но в этом промежуточном этапе, в этом разбеге тоже не должно быть вакханалии, не должно быть хаоса, не должно быть беспорядка, должна быть все-таки система. Понятное дело, что я не могу сейчас в рамках одного эфира эту систему описать, но я постараюсь это сделать вкратце, очень вкратце в рамках той услуги, которую я могу оказать для Айгуль на сегодняшний день, разбор рациона. Я постараюсь ей вкратце описать эту схему питания, в которой она будет переходить на более здоровое, схему, в которой будет место и мороженому, и пирожкам иногда, но не в режиме каждого дня. Поймите, друзья, когда мы едим вот эти все вкусности и заведомо вредные вкусности в виде мороженого и мучного в режиме и пряников в режиме каждого дня, это одно дело. Когда мы себе позволяем это иногда изредка, это совсем другое дело. Это совершенно другой уже, более разумный подход к себе. И здесь еще важно отметить то, что имеет место все-таки углеводная зависимость. У Айгули она тоже есть, так же, как и у Марины. Поэтому если себе потакать, если ссылаться на то, что у меня, да, у меня большое желание сладкого, и я буду есть пряники каждый день, и я буду есть сладкие фрукты, когда попало, стоять на этом этапе можно бесконечно. Вес не будет снижаться. Поэтому нужно все равно себя взять в руки и сказать себе, что сладкое и мучное я убираю, но я иногда себе буду это позволять, но это будут продукты, которые не будут в моей жизни каждый день. Иначе вы с углеводной зависимостью не спрыгнете. Если кто-то думает, что побороть углеводную зависимость можно очень легко и просто, то это ошибка. Борьба с углеводной зависимостью всегда сопровождается страданием, как физиологическим, так и моральным, психологическим. Но абсолютных силах человека эти страдания преодолеть. Причем они длятся не так уж долго. Если человек решил взяться за себя и преодолеть свою углеводную зависимость, понимая, что это ни к чему хорошему не приведет и что вес стоит и растет, то ломки максимум на одну-две недели преодолеть эту ломку будет тяжело, надо себя будет чем-то отвлекать, нужно будет брать себя в ежовые рукавицы, надо просить свое окружение, чтобы били по рукам, чтобы не тянулось к пряникам. Но если эту ломку не пройти, то углеводная зависимость останется при вас. Поэтому все, у кого есть углеводная зависимость, будьте готовы к тому, что вам нужно пройти период ломки. такой же, как бывает у табакозависимых, у алкоголезависимых, но не будем сравнивать по степени тяжести эти зависимости, но углеводная зависимость, она тоже бывает разной степени тяжести, но это тоже очень неприятная вещь. Но избавляться от нее надо, и избавляться от нее абсолютно реально и посильно, это не есть что-то такое за гранью чудесного и волшебного, что могут только избранные. Нет, не только избранные могут избавляться от углеводной зависимости, это может сделать любой человек. Просто нужно перестать потакать себе, жалеть себя и понять своим умом, что если вы стоите на мучном очень прочно, то рано или поздно, а скорее всего рано, вы заработаете себе большую кучу неприятности. Наверное, думаю, что можно на этом закончить, я думаю, что Айгуль меня услышала и поняла, плюс еще будет письменный рацион, поэтому сейчас я тогда поотвечаю на ваши вопросы, нас осталось 15 минут, даже чуть поменьше. вот тут пишут молоко равно воспаление, полностью с вами согласна. Бай, вопрос по глине, можно считать белую глину, считать белую глину с голубой, сочетать, наверное, как рекомендовал ваш гость на ночь белую один или белую, по-моему, вопрос как-то поставлен не совсем понятно, то есть, если вы имеете ввиду сочетать белую и голубую, то я бы лучше не стала этого делать, я бы лучше пропила месяц белой, получила бы определенные результаты, потом бы следующий курс провела бы опять месяц на белой, при этом нужно следить за питанием, чтобы все-таки оно было здоровым, да, и вот может быть после пары месяцев курсов белой, тогда бы я уже начала голубую, как сказал Игорь, что это для более продвинутых пользователей, а более продвинутые пользователи, как вы понимаете, это не только те, кто пьют глину, но и те, которые еще за своим питанием следят, поэтому я бы лучше вот так сделала. Да, запись, конечно же, да, я всегда сохраняю. ваше мнение о домашней консервации. Мое мнение о домашней консервации, что это мертвая еда. Судите сами, вот вы закатали в банку огурцы и помидоры, они подверглись термической обработке, потому что вы их кипятком заливали, они с солью, с сахаром, с уксусом. Что в них полезного? Остались ли там витамины? Вряд ли. Есть ли там клетчатка? Вряд ли. Остались ли там какие-то микроэлементы? Я не знаю, что там осталось в них, в этой консервации. На мой взгляд, ничего не осталось. Эта еда лежит в банке, может лежать долго, соответственно, она уже там находится, в состоянии как это можно сказать? Она не живая, то есть живая еда не может быть лежать долго, она там уже не живая, поэтому смысла в ней я не вижу. Я, конечно, допускаю, что она может там как-то мелькать в рационе, но просто какое-то приятное дополнение. Там красиво огурчик порезал, положил, где-то помидорку там что-то украсил, но я не думаю, что ее нужно воспринимать как какую-то полноценную еду, которую прям вот брать и есть там в большом количестве. Так, как, между прочим. Вы совсем после 16 не кушаете? Да, ребята, я не ем после 16, но не потому, что я себя стремлюсь там держать форму или или что мне голодно, но я терплю. Нет, я форму не стараюсь держать. Я бы даже наоборот, может быть, была бы рада, если бы мне пара килограмм прибавилось, но они не прибавляются. И есть я не хочу после 16, у меня организм просто перестроился. Но я еще раз вам говорю, что это пришло не сразу. Я очень долго ела поздно, даже после того, как я прошла несколько курсов очищения, у меня было много приемов пищи, я ела больше, намного, и у меня были поздние приемы пищи. Но я работала над своим питанием, я постепенно делала все более ранний ужин, все более ранний ужин, еще более ранний, и постепенно пришла к тому, что после 16 не есть совсем не хочется. Это произошло благодаря тому, что микрофлора у меня изменился, она стала более здоровой, поэтому она не требует еды. И, кстати, возвращаясь к анкете I Good, вот это хотение сладкого, вкусняшек, это не ваше желание истинное, не вашего тела, это желание патогенной микрофлоры. Когда мы оздоравливаем свое питание, мы меняем микрофлору, и чем быстрее вы придете к состоянию здоровой микрофлоры, тем быстрее вы расстанетесь с зависимостями и желанием есть много всяких вкусняшек. Кстати, сегодня мне прислала сообщение моя клиентка, она сказала, что она слушает тоже мои эфиры в записи, и говорит, Байя, ну вот все понятно, что вот сейчас ваша система питания, она вот такая-то, вы ее все объяснили, вот понятно, но ведь это же пришло не сразу, ведь у вас же был какой-то, наверное, переходный этап, когда вы там ели по-другому, вот вы бы рассказали, как вы ели там по-другому, ну, я ела, наверное, всегда по-разному, потому что не могу сказать, что вот я ела одним образом, а потом раз, и получилось так, что я стала есть другим образом, нет, этого не было, у меня очень постепенно, очень растянуто, менялось питание, это вот как раз то, что я советую делать Айгуль, времени в запасе у нее вагон, потому что ей 36, а мне было уже 50 с лишним, да, поэтому ей-то как раз, у нее есть разбег времени хороший, чтобы постепенно менять свое питание и привести его в такое хорошее, встроенное, здоровое состояние, питание. Так, будут ли еще какие-то вопросы на сегодня? Отличается ли питание до климакса, во время и после? Да, очень сильно, очень сильно отличается питание, то есть должно отличаться. По факту, по факту, женщина, которая вступает в климакс, она не понимает, что нужно питание изменить. Она продолжает питаться традиционным образом, но если раньше у нее все быстренько переваривалось и лишний вес особо не откладывался нигде, то вдруг с наступлением климакса резко все образуется, образуется лишний вес на боках, на бедрах и вообще где угодно и сразу начинается сбой всех систем. поскольку идет сбой гормональной системы и плюс начинается сбой пищеварительной системы и рушится вся система, поэтому именно в этом возрасте климакса женщина начинает плохо себя чувствовать и у нее сразу собираются в кучу все болячки. Вот именно это и произошло со мной, потому что я не знала, что нужно при вхождении в климакс менять питание. А я как питалась традиционно, как занималась обжорством, как ела без ограничений мучное, сладкое, выпечку, так и продолжала есть. В итоге вот себе нажила вот таких болячек. Но слава Богу, вовремя я узнала, что нужно это прекратить. Слава Богу, вовремя я это сделала, все изменила и сейчас пришла к такому очень хорошему бодрому состоянию благодаря своему питанию и не могу пожаловаться на какие-то там глобальные проблемы, не могу пожаловаться, что я борюсь с весом. Нет, я уже давно с ним не борюсь. Хотя многие по привычке считают, что я сижу на клизмах и на салатах. Нет, на клизмах не сижу, на салатах не сижу, хотя очень их люблю, но и они у меня, конечно же, присутствуют каждый день в питании. Но душить себя салатами я не душу. В моем питании есть разные продукты, и я получаю от них удовольствие. Расскажите, пожалуйста, свой рацион хотя бы одного-двух дней. Да я с удовольствием бы, с удовольствием, конечно, расскажу, но только это не будет показательно, потому что мы сейчас вот с вами, да, вот все, кто меня сейчас слушает, мы все с вами находимся на разных уровнях, в разных состояниях. кто-то находится в традиционном питании и не собирается его менять, кто-то находится в переходе, да, на более естественное питание и испытывает свои трудности, кто-то уже перешел и у него уже почти нет трудностей, то есть каждый находится при своем питании и у каждого свой рацион, поэтому сейчас, ну, я могу рассказать, что, допустим, я ем обычно у меня питание примерно одинаковое каждый день, ну, я имею ввиду по набору продуктов, утром я пью, варю кофе, пью его с кунжутным молоком, с горсточкой кураги и немножко фиников, это традиционно, второй завтрак у меня обычно какой-то фрукт, одно время это был зеленый коктейль, но потом что-то они немножко поднадоели, я их сейчас немножко забросила, просто потому, что было лето и было много разных фруктов, какой-то у меня фрукт на завтрак идет, либо это арбуз, либо это дыни, либо это виноград, либо это груша, либо персики, ну, что есть, вот сейчас идет сезон у меня ягод, у меня сейчас много ягод, малина и ежевика, какие-то поздние сорта чудесным образом образовались, у меня появились, я даже не знала, что у меня есть такие поздние сорта, и у меня сейчас каждый день ягоды, я допустим, кладу себе тарелочку ягод, поливаю их хорошей сметаной, могу еще туда ложечку медику положить, и вот это вот с горячим чаем, мне нравится очень этим завтракать. Третий прием пищи у меня какой-нибудь салатик овощной, любой, из любых овощей, какие есть, ну, и это как бы прелюдия к обеду, и последний прием пищи это 4 часа, это такой обед-ужин, когда приезжает муж, и мы с ним уже едим более основательно. Это может быть какой-то животный белок, это может быть вареная пища, это может быть салат, ну, например, что это может быть? Ну, кусок курицы, предположим, да, тушеные овощи, что-нибудь, ассорти какой-нибудь тушеный или запеченное, и какой-нибудь зеленый салат из зелени, шпинат, салат, там, какой-нибудь лук, что-то такое вот зеленое, может быть, огурчик там какой-нибудь небольшой, или что-то с морковкой, ну, какой-то салатик такой, ненавязчивый. Все, вот все мое питание. И хлеба я не ем, мучного я не ем, но я не говорю, что я исключила их полностью из моего питания. Иногда они проскальзывают, но только иногда, и у меня нет от них зависимости, поэтому, если я один раз съем где-то какой-то блинчик, то съела и съела и все, зависимости нет, не зависают. Если я съела на дне рождения какой-то кусочек торта, ну, съела и все, и иду дальше, а дальше у меня его нет, и больше мне его и не хочется. Вот таким образом, то есть вечером, если у меня наступает какое-то ощущение того, что хочется чего-нибудь такое вроде бы как положить в себя, то это, как правило, чай с медом. Иван, чай мы пьем с медом. Все. Ребята, я благодарю вас, что вы были со мной сегодня, аж целых 37 человек. Здорово. В общем, готова и дальше принимать ваши заявки на разбор рациона. То, что я разбирала сегодня для Марины и Айгуль, это было всего лишь в устной форме, и может быть, это было немножечко так туда-сюда я перебрасывалась, как бы скакала, но на самом деле, когда я делаю это в письменном виде, это более стройно, это все по пунктам. Все рекомендации выстраиваются с объяснением, почему именно так. И я привожу еще рацион, примерный рацион на несколько дней, для того, чтобы человек понимал, в каком ключе ему надо дальше выстраивать свое питание. Сегодня я с вами прощаюсь. До встречи в следующую среду. Благодарю вас за сегодняшний прямой эфир. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова